Сейчас время поклониться Господу своими финансами, тем, чем Он нас благословил. И сегодня я хотела затронуть такую тему. Почему? Я часто стала слышать такие речи. Я не вижу благословений в своей жизни. Или я не вижу благословений в жизни кого-то, в жизни детей, помазанников, или еще что-то такое. Я не вижу этих благословений. Скажите, пожалуйста, из героев Библии кто был так явно благословлен? Что мы видим, что Его благословили. Кто из героев Библии? И Авраам был благословлен Богом, правильно? И Иаков был благословлен особенным образом. И я хочу с вами сейчас немножко на примере Иакова и Исава разобрать вот эту тему благословений. Ведь благоволение было на Иакове, который впоследствии стал Израилем от рождения, было благоволение Бога. И отец его благословил. И мы сейчас прочитаем, как он его благословил. Он сказал ему, пусть даст тебе Бог от небесной росы и от плодородия земли в изобилии зерна и молодого вина. Да служат тебе племена и да поклонятся тебе народы. Будь господином над твоими братьями и да склонятся пред тобою сыновья твоей матери. Да будет проклятый проклинающий тебя и благословляющий тебя, да будет благословен. Исав тоже получил благословение. Бог не обещал, Бог когда благословил Израиля, он встретил его в пустыне, когда тот бежал из дома и показал ему лестницу и благословил ему его. Он пообещал ему, что он размножит его, расплодит его, но он не обещал ему гор золота, правда? Он обещал ему землю и обещал ему, что он будет с ним. И вот жизнь Якова. Он убежал из дома. Что с ним получается дальше? Он вынужден уйти. Потом он тяжко трудился. И трудился он семь лет за одну жену, семь лет за другую жену. Его свекор постоянно обманывал, вернее его тесть постоянно его обманывал. Братья его недолюбливали. Шесть лет ему еще пришлось трудиться за свое имущество. Видел ли он эти благословения? Бог благословил, отец благословил. И вот он бежит из дома и вот так тяжко трудится. Он говорит, что в холоде и в жару он трудился. И он не видит благословений двадцать лет. И порой мы тоже начинаем роптать, не видя благословений в нашей жизни. Но он всегда обращался к Богу в каких-то принятиях решения. Он никогда от него не отступал. Господь видел его сердце. Дальше он боится брата своего. Его дочь обесчищена. Он потерял любимую жену. Переживал о смерти любимого сына. Его семья голодала. И в это время Исаф, он жил себе преспокойно в доме своего отца. Наслаждался всяким богатством, множеством жен и детей. И на время встречи, когда встретились они, вы знаете эту историю из Библии, они были настолько богаты, что Исаф не взял никакого богатства Иакова. Он сказал, что у меня достаточно. И здесь происходит такая встреча, когда так же, по аналогии, как Авраам с Лотом, когда-то делили землю из-за того, что очень тучные, очень богатые стада. И Исаф отходит точно так же, как Лот отошел. Он отделен Господом. Но что вот было в сердце? Господь смотрел в сердце Иакова. Оба вроде бы богатые. Но что дальше? Какое благословение? Потому что у Бога он смотрит не на краткосрочные какие-то вещи, что вот сейчас происходит, а он благословляет во временах, в годах, в поколениях. Он смотрел на сердце Иакова, в котором была любовь к Богу, который всегда к нему обращался, строил памятники после каждой встречи, строил жертвенники, возливал на эти жертвенники, приносил жертвы богатые, не роптал, формировал свой характер, отдавал десятины. И в это время Господь его размножал. У него было 12 детей, и все эти дети видели его жизнь. Жизнь верную Богу, жизнь безропота. И в поколениях эти 12 детей его стали двенадцатью коленами благословенного народа. Двенадцать колен благословенного народа. И Бог назвал себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. И Иаков, который стал Израилем, он еще и хромал всю жизнь. Помните, да? Из-за того, что было сломано бедро. Но Господь мыслит о нас во благо постоянно. Возможно, Он дает нам землю, но дает мало-помалу, дает не сразу, дает нам эти обетования, и когда мы их не видим, важно не начать роптать, не начать обижаться на Бога, и ждать, просто терпеливо ждать, любя Господа. И некоторые говорят, что, вы знаете, ну, сейчас Ветхий Завет, это уже все, мы живем в Новом Завете. Благословил ли нас Господь? Все благословенные, принявшие Господа, да? Благословил ли Господь 12 апостолов? Конечно, это благословенные люди. Но были ли в их жизни трудности? Были. Я не призываю вас к трудностям, я призываю вас к верности и к вере в то, что эти благословения, они придут и настигнут нас обязательно. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что мы можем молиться к Тебе. И хочу вместе с вами сейчас попросить прощения у Бога за то, что мы, возможно, роптали или не доверяли Ему, или обижались за то, что не видим сейчас, в данный момент, каких-то благословений. Господь, прости за какие-то неправильные слова, за то, что не доверяли, за то, что Господь не видели благословений, но Ты тот Бог, который видит на перспективу, который видит вдаль, который благословляет не просто человека, а благословляет семью, благословляет род и дальнейшие роды. Господь берет благословенное и размножает это. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты помыслил о нас во благо, за то, что Ты взял нас в свой совершенный мир, что мы с Тобой, Господь, можем идти, Твое присутствие, оно с нами, и оно всегда спасает нас, Господь, что мы можем нырнуть в отношения с Тобой, убежать от всех проблем к Тебе, Господь, сдаться на Твою милость, потому что своими делами мы ничего не можем. Мы можем, Господи, прийти к Тебе, сдаться на милость Тебе и сказать, «Вот я, Господи, благословляя, благослови!» Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты благословляешь роды, благословляешь поколения, благословляешь детей наших и семьи наши. И дай нам, Господи, мудрость видеть благословение и в детях, и в том, что мы имеем в сегодняшний день. И, Господи, Ты тот Бог, Который сыплет щедро и насыплет в дальнейшем нам и детям нашим более и более. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте поклонимся Богу нашему. Субтитры создавал DimaTorzok